Ну чё, давай. Ну чё, давай. Начинаем. Мы чешские студенты и мы кукольные шизоиды. Та-да! Я ищу не только кукольные, а в принципе по трансформерам, по игрушкам, всяким фигуркам. У нас много интересов. Это аниме, фигурки, игрушки, компьютерные игры. Познакомились мы как раз благодаря аниме, насколько я помню. Да. Когда буквально в первый день, когда у нас начались профильные предметы, такая, сижу с собой за первой-второй партой, тут ко мне вот эта маленькая девочка такая подсаживается, типа тут свободно! Я увидела у кого-то интересный рюкзак с эмблемой Атакой Титанов. Вот, я увидела этот рюкзак и думаю, это наши люди, и надо подойти познакомиться. Ну и вот я подсела, и вот во что это выглядело. Да, в итоге, сколько это? Четыре года уже? Четыре. Четыре. Четыре года. Вот это на третьем курсе. Старость, не радость. Когда по телевизору показывали рекламу Monster High в далёком 2010-11 году, мне очень захотелось такую куклу, но изначально я придерживалась мнения своей мамы по поводу того, что это ж мертваки, монстры, спят в гробах. Ужас, как с таким могут дети играть, у них руки-ноги отрываются. У меня тоже изначально такое мнение сложилось, но потом, когда я увидела во дворе у девочки Дракулауру, кажется, именно вот первую базовую, думаю, блин, какая она всё-таки красивая. Ну, монстряк и монстряк, ну и что? И я просила куклу, мама мне её не покупала, в итоге я решила так, нужно самой насобирать. И в итоге со школьных обедов там по 10 гривен, по 20 гривен я себе откладывала в копилочку, в итоге у меня накопилось где-то гривен 200. Я пошла с бабушкой в магазин, и она мне ещё 100 положила. Я себе приобрела вот эту вот, ой, Джи Джи Грант из 13 желаний, но выбирала её не потому, что она мне прям очень сильно нравится, потому что она выглядит относительно как человек. И в случае, если бы мама её всё-таки нашла, она бы её, наверное, не выкинула. Но она крутая. Ну да, я её теперь тоже люблю, но, скорее всего, если бы я её сейчас покупала, ну вот сейчас бы как собирала, я бы её, наверное, вот так не купила, не знаю. И причём в то время я себе хотела Твайлу, но... Где там твоя Твайла? Бочка. Но поскольку Твайла, она прям монстр-монстр, я всё-таки выбрала Джи Джи. И поскольку от коробки я избавилась, как от трупа в мешке, она у меня лежала вот в таком вот ровненьком состоянии, вот так вот в пакетике со своим питомцем, с подставкой, и она у меня лежала в шкафу вот где-то глубоко-глубоко, куда мама не залазит. Но потом она... Я её всё-таки взяла с собой, когда мы поехали в Рим. Я жила в комнате с дедушкой, с бабушкой. Родители жили с сестрой отдельно. И я её поставила на телевизор с подставкой. И тут внезапно заходит мама, и тут стоит такая монстр-хай. И она такая, что это? Это монстр-хай. Куда она у тебя? Она у меня уже год живёт. Как ты скрывала? Офигеть. Ну, в шкафу она жила у меня. Я её доставала только, когда родителей не было дома, вот так вот на неё посмотреть, а даже толком с ней не играла. И совала её обратно, чтобы никто не заметил. Но всё равно время её особо не пощадило. Есть и желтизна на шее. Сестра её побрызгала духами, из-за чего у неё вот на этой, на правой ноге золото немножко слезло. Спасибо, сестра. Привет! В принципе, с Джи-Джиеми началось то, что я поняла, что у кукол есть какая-то ценность. Потому что раньше у меня были и Барби, и Братс, но я им не придавала такой коллекционной ценности. А потом, когда мы поехали в Киев и начали жить в Киеве, то я на то время уже увлеклась трансформерами. Это ещё моя одна шиза. И там я выпросила у мамы вот этого вот харизматичного Скайлингса. И вот с него началось моё коллекционирование трансформеров, о которых я потом расскажу. Время пришло. Спасибо. А теперь я расскажу, как я пришла ко всему этому. В детстве у меня тоже были куклы Барби. И только Барби Братс у меня не было, кстати. А Братс мне покупать не разрешали, потому что у них такое специфическое лицо, эти губы, глаза большие, ноги. Но я очень хотела. Мне нравились всегда куклы, кстати. Я просто такая, люблю кукол. Видно, да? Да. Потом я выросла и начала смотреть канал Берс Ревью. Берсик, привет! И я начала смотреть канал Берс Ревью. Там я впервые увидела обзоры на Монстер Хай. Я помню этих кукол, что они были в магазине, но тогда я хотела браться очень сильно, и меня они не привлекли никак. Ну, я видела, вот были они, были. Потом я посмотрела эти обзоры, и меня поразила детализированность всех этих кукол. То есть это была просто эта обувь, одежда, аксессуары, что они были полностью артикуленные, как это называется? Что они могли... Шарнирные. Шарнирные полностью, я была удивлена, мне... Ну, захотелось, конечно, какую-нибудь куколку, но тогда, зная себя, я знала, что приведёт это вот к этому. Если я куплю одну куколку, то будет их уже и не одна, и не три, и не десять. Я как-то забросила эту мысль, смотрела, продолжала смотреть Берсика, ну и вот так наслаждалась куклами через экран. А потом появилась вот, вот ты. Вот это. И вот это. Вот я на тебя пришла на день рождения, и первый раз потрогала и Джи-Джи, потрогала, так звучит, и Джи-Джи, и остальных, и мне так понравилось, они были очень крутые. Я захотела себе ещё больше, но тоже отодвигала эту мысль. Меня останавливало то, что я вот такой азартный человек, что буду всё скупать. Во-вторых, деньги это всё дорогое удовольствие, и третье, это то, что я не знала, где их искать, в магазинах сейчас их нет, поэтому так. Ну вот, однажды одним прекрасным зимним, да, зимним днём мы пошли в торговый центр, и кое-кто меня уговорил купить вот эту вот Барби Фашинистас. Причём мы именно её искали в разных магазинах, её нигде не было, и потом в одном она, наконец-то, нашлась. И о кем заводом? Да. И она была недорогая, потому что я изначально не готова была тратить больше 200 крон. Я не готова была тратить 600 рублей на куклу, но вот она стоила где-то 250 крон. Ну, около того. Ну, я её купила. Вот так, это была моя первая кукла, и с этого всё началось. Моя, ты хорошая. Котидель. Котидель. Потом появилась вот эта красотка, Котидель её зовут, потом расскажу, почему. Совершенно случайно. Мы нашли, мы встретили мою первую мастер-хайю, здесь не видно, но я могу фотографии поставить. Это оперетта, фрики-фьюжн. Ну, и как-то так началась моя любовь. Короче говоря, влияло на меня три фактора, на моё вот это вот всё. Влияло три фактора. Первый фактор — это ты. Свои, ваши эти волны кукольные. Потом, второй фактор — это карантин, потому что большинство, большинство из этой коллекции пришлось на времена, когда я сидела дома. Нам было скучно и было много денег. Когда денег некуда было тратить, не то, что сейчас, да? Да. И когда просто я нашла подработку, и у меня стало много павлища, и мы нашли маркетплейс. Пошла разгул. Мы нашли там, то место, где можно покупать кукол, и вот как-то вот так. Теперь вот так. Я, может, могу уйти даже. Зачем? Пусть на кукол просто смотрят. Да. Удавление поняла. Собший. В университете. Пахают за двоих. За семерых. Жрет за семерых. А я — да. Чего вы подумали? Какими? Чего такая маленькая? Кто тебя знает? Ела плохо. За семерых. А я тогда за скольких? Не просто-то быть блогером, оказывается. Всем пока. Всё, заканчиваем. Заливаем.